здравствуйте друзья у нас на экранах снова анастасия из набережных челнов а потом уже из нью-йорка а теперь она может сказать силиконовая долиновая такая ну работница почти настенька вот с того момента как мы не виделись что прошло произошло в ваших процессах я сдала я сдала midterm сдала final и пошла на интершип то есть без того чтобы сдавать мог и клиренс да это новая компания они первый раз у нас народ берут но вы там без дела не сидите нет мы работаем у нас много проектов и вот уже три недели я отработала и у нас проекты меняются довольно таки часто сегодня нам дали новый проект в общем есть чем заниматься интересно но вас там как бы некоторое количество сразу да из школы да нас 12 человек но вы не сидите 12 человек на одном проекте 12 на другом такого нет нет нас разделяют по командам но сегодня мы работали все на одном проекте ну потому что новый проект там есть над чем работать но тоже там нас разделили по группам но вот когда приходит новый проект и вообще когда вы там работаете у вас есть ощущение что вы как бы там на таких на птичьих на детских правах или вы уже там по серьезному там нет почему у нас все серьезно то есть тест кейсы пишем ошибки находите конечно да ну а вот есть какое-то радостное ощущение ошибку нашел или думаешь опять ошибка нет конечно есть такое радостное ощущение но больше радости приносит когда я вижу что мои баги подчинили да я помню когда-то на первой самой моей работе ну там тогда редко были релизы ну слышь уже народу версии редко выходили потому что это было под в индус ну там раз полгода может быть и и смотришь вот проект закончен выходит на рынок и ты смотришь на него и думаешь живого места нет такого чтобы из-за моих репортов тут и тут не подправили там не подправили то есть вот ведь все моё на это мой ощущение что это как бы поучаствовал а вам то слово а вам то проще у вас сегодня там вам написал значит завтра подправили правда там свое приложение но это зависит еще и от приложения то есть какие-то проекты сразу же чинят какие-то откладывают на потом ну это зависит от технологии от ситуации конечно вот тестирование вообще не скучно вы раньше что делали раньше я работала в ресторане и путешествую ну хорошо по сравнению с путешествиями работаем в ресторане тестирование не скучно ну и сами как думаете не знаю люди разные ну нормально нормально то есть не то что сидишь думаешь ой ты когда уже рабочий день кончится но у нас рабочий день так сказать ненормирован то есть я сама могу себе составлять график и я составляю себе график так как мне удобно то есть я выполняю работу в то время когда мне это хочется а вы просто ходите на занятия вечером или подрабатываете что почему вы так выкраиваете время нет нет потому что ну вот сегодня например я была записана к вам и поэтому я уехала пораньше то есть я работаю пять часов в день и мне этого достаточно чтобы выполнять в принципе дневную норму чтобы что-то делать там баги написать от репортите тест кейсы но мы с вами что сегодня сделали полезно мы сегодня написали тест кейсы по новым стандартам нет а вот мы с вами а мы с вами а мы с вами сегодня составили мне резюме я его буду отправлять тут в калифорнии буду собирать звонки буду отвечать на них и может быть меня возьмут ну по такому случае пока что задача потренироваться да то есть опыта именно в интервью это резюме которая может быть еще изменится немножко в связи там с разными обстоятельствами но пока что мы хотим потренироваться тем более 5 часов на работе началось есть время там и просылаться и поговорить с народом но а вот если допустим вы значит нашли работу так и там люди сидят но и даже не восемь часов бывает что и десять сидят 9 и 10 бывает такая но вы готовы к таким подвигам ну да а ваш вот молодой человек который собирается к вам приехать он готов таким подвигом согласен да да а куда деваться нет бывает скажем три часа в день там мне это я согласен скажем два уже нет ты скажешь что у меня жена какая-то или там девушка моя все работает работает нет нормально это нормально ну хорошо я так на всякий случай просто у меня будут выходные хорошо а вот с точки зрения там тусника с точки зрения подружек там и так далее вы тут обросли как бы не каждый день но каждые выходные мы тут пока сидели резюме делали позвонила наташа квик а вы пересекались с наташей да когда здесь было только пару дней и потом тоже так случилось я с кем-то разговаривала с ней по skype так поздоровались ну вот она вас узнала сразу это анастасия хорошо она на самом деле еще звонила когда у нас тут гульназы были значит гульназ и гульназ с наташей учились в одной группе вот и она так как-то увидела видео так очень раз растрогалась давайте передадим привет 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 наташи и наталье и гульназкам да гульназки тут локальные и можно и так передать правда ну хорошо вот на выходные какие у вас виды деятельности что вы там барбекю жарите к океану у меня на эти выходные на участке что очень интересно секретное что-то но я выложу сразу же видео может быть в понедельник а вы же блогер у нас с какой частотой вы но я могу где-то раз в неделю а сколько просмотров примерно на видео сейчас в районе 300 у меня а есть какое-то ощущение динамики там позитивный негативный вдруг скажем какое-то время меньше какое-то время больше есть такое да сейчас но я раньше выкладывал регулярно можно сказать раз в неделю а потом у меня так получилось что я была загружена очень и я не выкладывала видео может быть дней десять может недели две даже и вот после этого у меня так снизились все показатели а я-то могу сказать что если бы я зарежу взял у меня больше просмотров было но вы тоже заинтересовали всех зрителей вас ждут ну вас подписчики же есть да да конечно но сколько ничего себе но это прилично слушайте вы растете как а когда к нам приехали сколько было с того что вы у нас снимались была какая-то вот это не только с этого вы выходите в поисках вы выходите в рекомендуют видео это это тоже все но в основном я сказала все ваши зрители приходят всем привет еще раз да еще пусть приходят так вы о чем рассказываете в блоге да я просто о своей жизни о том куда я езжу как я провожу свое свободное время то есть люди которые показывают интересные места например люди которые собираются вот кремниевую долину они там могут увидеть какие-то места которым захочется посетить да и вообще по америке я не только в кремнии долине путешествую и не только в калифорнии я была много где на том берегу все объездила и здесь и правда у меня не все есть пока на ютубе но потихонечку материалы сняты просто вы еще не вывесили а вот санта-круз вы посещали уже несколько раз да у меня просто такое ощущение что в силу того что у нас там это дача и мы туда все время ездим то я как бы популяризировал санта-круз то что раньше это как бы не было таким как бы раскрученным местом там среди наших соотечественников а я смотрю студенты у нас приезжают смотришь там там две недели в калифорнии и уже был санта-круз знаешь уже как-то но это же под боком и я думаю это самый ближайший пляж где можно покупаться более-менее я не пробовала ну знаете что если мы отсюда поедем то может быть примерно такое же время будете слегка в хохмунбэй если вы были в хохмунбэй я не знаю может быть а может и были но такая дорога там или тоже по горам такая красивая минут сорок отсюда ну не важно это тоже хорошее место там еще рыбку продают это где монтерей 17-мильная дорога нет нет это совсем на юг хохмунбэй это на север на полпути к сан-франциско ну не суть не суть недавно мы прокатились по первой дороге до куда но мы проехали где-то не доезжая до сан-франциско свернули на первую дорогу и там ехали прямо побережью это ну там такая нереально красивая дорога я тоже снимала как раз проехали мимо хохмунбэй когда это делал да там очень красиво она такая извилистая но здесь вообще нереально красивая природа и ну здесь жить просто удовольствие как будто на отпуске постоянно а вот знаете что вы скажите вот про дороговизму все таки сейчас что происходит вообще даже по сравнению что было когда мы приехали все как как-то цены в рост пошли ну вот есть ощущение что как-то как-то неразумно дорого не оправданно дорого что как-то это не невозможно жить так вот нет такой вообще жить возможно мы сюда приехали зарабатывать я пока не зарабатываю но буду зарабатывать и каждый человек решает для себя если я готова здесь зарабатывать и тратить деньги на жилье то я останусь здесь если я не готова то я поеду к другое место я считаю что это разумно потому что здесь не так много бомжей благодаря этому практически да не так много ну каких-то неприятных личностей вы сравниваете с нью-йорком не только с нью-йорком даже в сан франциско можно поехать и там такие персонажи встречаются вот я считаю здесь культурно так все цивильное и это стоит того но дорого конечно да но можно найти как-нибудь обходные пути может быть как вот мы сейчас студенты живем по несколько человек в квартире но не напрягает от ничего нет мы живем два человека в комнате у нас нормально все и living room свободно иногда гостей принимаем девчонки или там смешанный коллектив вообще у нас две девочки два мальчика а сейчас у нас в гостях девочка еще в living room которая приехала к вам а светлана из канады из торонто ну светлана нет ее зовут светлана светлана нет из торонто лана ну ладно светлана а потому что светлана поэтому лана я ее просто знаю как лана лана которая из ирландии она вообще родом из украины она из украины потом они уехали в ирландию с родителями а потом она поехала на три года в канаду а сейчас она у нас отучится и поедет уже обратно в ирландию так она вас гостит или вы может быть ее оставите или как нет она у нас гостит я ну мы не согласны на 5 человек вообще на постоянку а вот так иногда принимаем гостя то есть ее нужно на самом деле переустраивать куда-то да но мы так и договаривались я не был уверен какие наши дальнейшие действия то есть мы должны куда-то уже на более постоянной основе отсилить все все понял я не говорю то что там плохой человек или что она очень прикольная да 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 мы просто привыкли так жить вчетвером и когда больше народу уже тесновато становится как по-английски говорить слышали как она по-английски то ну она в канаде жила и в ирландии тоже там не украинский да в ирландии там конечно акценты у них да они как-то быстро говорят нам приходилось работать с ними я постоянно переспрашивала я думаю блин они наверное думают что я английский не знаю моё впечатление было что они те которые не привыкли вот тут говорят вот как бы ирландии они говорят быстро 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 да но так в целом понятно что же солнышко давайте мы вас тогда отпустим тем более резюме у вас есть вот и вы знаете чего вы тогда как видео выйдет вы тогда сразу чего-нибудь там напишите чтобы народ знал какой у вас канал а то они меня будут спрашивать а как попасть к ней на канал а как вы называетесь хоть канал ваш как называется анастасия и прямо если поиск сделать то прямо выйдет ну да ну что же анастасия желаем вам просмотров подписчиков счастья в труде и личной жизни работу найти ну это на самом деле вопрос только некоторого времени там какое-то количество усилий в нашем деле существенно знаете что настроение хорошее мы здесь люди которые не до вкладывают в этот процесс просто потому что они как-то изначально грустные то есть ой того нет и они собирают сюда как мусорный корзин какая-то вот любую дрянь где-то услышит и все себе в голову туда складывает знаете из-за этого он парализована воля парализована как бы энергия его даже если мы позвонили то у него такой голос что с ним уже дальше не хочется и так далее то есть как бы надо оставаться на позитивной волне это очень-очень важно я это умею ну и хорошо ладно а вот друзья там всякие знакомые которых вы видите там есть какая движуха да у нас постоянно разговоры о том как найти работу куда кто что отправил нет но уже результаты нас уже ребята и в сан-франциско и не доезжая до сан-франциско и здесь а куда-то уезжают есть такое что разъезжаются ну вот в нью-йорк улетел мальчик это вы рассказывали про него в л.а. ну там оффер уже получил было и да 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 что еще ну так что вы теперь следующие там с парашютом прыгать значит там кольцо карабином щелкаешь и вперед с самолета тогда в как сказать в работу в серьезную взрослую жизнь всем машем рукой говорим пока пока а вы не делаете воздушных поцелуевку только руку сделать давайте мальчик